Дорогие друзья! Ждем свистка арбитра, свисток звучит. Поехали, дорогие друзья! Начинается матч Муром и Иртыш. Щербаков играет дальше вперед. Можно пробивать, есть удар! И есть еще один цейп от Тайсона. Пробивал Артем Галаджан. Есть и на левом фланге, это дальний удар, но спасает Райфи Герстер. Да, меня поправили в том эпизоде на правом фланге. С плечом был Денис Михайлов. Это Михайлов направо, затем удар поворотом. Но удар получился в целом неплохим. Еще атака Мурома, еще подача, аккуратный удар головой. Пробивает не точно. А мы еще раз наблюдаем за классным навесим от Юрия Першина. Там Машук МВ сравнял счет 1-1. Там осталось играть 25 минут. Классный дриблинг от 59 номера. Прострел Айсин! И удачно выходит из ворот. Опасная может быть и атака. Опасный прорыв. Да, он все еще может быть удар поворотом. Дальний. Да, здесь свалили Ченчикова. Ну и затем вторым темпом пошел дальний удар. Прорекающий поста правый флаг получается. Затем еще назад передача не проходит. А вот здесь пенальти. А вот здесь свалили против Галаджана. Нас на повтор переключают. Давайте смотреть. Передача на Галаджана. Итак, Гирюгов против Максима Айсина. Гирюгов разбегается. Бьет поворотом. И укладывает Айсина в один уголок. А сам мягенько доставляет мяч противоположный. Ну и конечно же Дмитрию Сычеву. Вот он и сегодня пожаловал с выездом во Владимирскую область. Показал всем корпусом, всем движением. И даза, и глаз. И повернул голову вправо изначально. Но потом резко переложил корпус под удар в левый угол. Ничья с Курским была 1-1. Остальные матчи в последнее время завершались победами Иртыша. Ну а Муром, увы, продолжает свою черную серию. Две победы в 10 матчах у команды Александра Гульча. Муром сегодня неплохо комбинировал. Но все это было около штрафной. В атаке не хватило завершающего удара, завершающего открывания.